На какие товары значительно вырос спрос на фоне аномальной жары в Татарстане? Как работодатели и сотрудники пережили знойную погоду? С чем связан дефицит машин на вторичном авторынке? Подробнее об этом расскажем прямо сейчас. Вы смотрите новости экономики в студии Нина Горенова. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Большинство татарстанских работодателей, а именно 88%, не сокращали рабочий день из-за аномальной жары и не отпускали с работы пораньше своих подчиненных, таковы данные исследования Headhunter. Согласно опросу, 70% работников республики заявили, что жара ухудшает их работоспособность. 64% респондентов продолжали работать в жаркие дни из офисного помещения, 18% из дома, а 8% в гибридном формате. 15% опрошенных работников заявили, что для борьбы с жарой не предпринималось никаких мер. Чаще других так отвечали работающие соискатели в сфере рабочего персонала, представители строительной и транспортно-логистической сферы. При этом большинство респондентов Татарстана рассказали, что для борьбы с жарой на работе использовали кондиционеры, вентиляторы, а также плотные жалюзи или шторы. Мэр Казань, в свою очередь, призвал руководителей предприятий позаботиться о своих сотрудниках в жару. Жаркая погода влияет и на здоровье человека, поэтому обращаемся к руководителям предприятия, вне зависимости от форм собственности. Пожалуйста, обратите на это внимание, на условия работы своих работников. И это и кондиционирование, и может быть где-то график работы изменить, и безусловно, достаточное количество чистой питьевой воды. Казанская семейная пара сможет накопить на поддержанный автомобиль менее чем за один год. К такому выводу пришли аналитики Авито. За основу бралась семья из двух работающих супругов, которые должны полностью откладывать зарплату одного из членов семьи. При условии, что автомобиль с пробегом в Казани в среднем стоит 400 тысяч рублей, а зарплата составляет 35 тысяч, то накопить на поддержанную машину можно будет за 11 месяцев 13 дней. В целом, по России, данный показатель ниже. В России семейная пара, в которой оба супруга работают, может накопить на автомобиль с пробегом за 9 месяцев и 21 день. Быстрее всего накопить на поддержанную машину могут семьи из Омска за 8 месяцев и 10 дней. Больше всего времени потребуется семейным парам из Новосибирска – 13 месяцев и 21 день. Отметим, что по данным Авито, автомобили с пробегом в Казани за год подорожали на 14%. Такая же динамика наблюдается и в целом по стране. Как правило, цены на вторичном авторынке повышаются практически сразу же после изменения ценников на новые машины. На данный момент есть большой дефицит хороших автомобилей с пробегом на вторичном рынке. Массовые машины, учитывая постоянное подорожание автомобилей, редко продают по истечению 3-5 лет. Большинство людей обсуждают так. Ну вот я сейчас езжу на массовой машине в хорошем состоянии, хорошо, я ее продам, а что куплю после? И получается так, что человек после может купить либо машину классом ниже, либо такую же, но уже с большой достаточно доплатой. И в условиях падающих доходов населения все просто продолжают ездить на текущей машине, которая есть. И поэтому на массовый рынок автомобилей с пробегом поступает очень мало предложений в хорошем состоянии. Тем временем эксперты Авито составили список поддержанных машин, которые чаще всего меняют хозяев. Рассматривались автомобили, в ПТС которых вписано более четырех владельцев. На первом месте рейтинга оказались машины марки Лада. Доля продаж таких авто, у которых было более четырех хозяев, составила 27%. Вторую строчку списка занял Opel, третью Kia, на четвертой позиции Chevrolet, а на пятой BMW. Это были новости экономики. Смотрите нашу программу на телеканале Татарстан24 каждый будний день. А если пропустили свежий выпуск, то заходите на YouTube канал Татарстан24 в раздел новости экономики. До встречи.